Как и любая другая страна, Швейцария обладает множеством стереотипов, которые не всегда имеют что-то общее с реальностью. Действительно ли родиться в Швейцарии означает моментально стать богатым? В самом ли деле швейцарцы так пунктуальны и говорят на нескольких языках? Учат ли в швейцарских школах детей играть на альпийском роге и доить коров? Что из всего этого реально, а что нет, мы узнаем в сегодняшнем выпуске. Ну а перед тем, как приступить к стереотипам более детально, не забудьте подписаться на мой канал. Так вы будете видеть чаще интересный контент о разных городах и странах. Мы с вами будем развеивать мифы и узнавать больше о достопримечательностях и природных красотах всего мира. И конечно жду лайка после просмотра, если понравится, конечно. Я много раз бывал в Швейцарии и очень люблю эту страну. Посещал учебные заведения и снимал про них обзоры, но об этом на канале с Maps Education. Туда тоже, кстати, заходите и подписывайтесь. Что вам приходит в голову, когда вы слышите о Швейцарии? Только честно, наверняка у кого-то будут ассоциации с точностью швейцарских часов и поездов. Политической нейтральностью, богатством ее жителей, удивительным фондю, сыром и шоколадом. Швейцарская пунктуальность. О швейцарцах часто складывается стереотипное представление, как о чрезвычайно пунктуальных и организованных людях. Этот стереотип, возможно, возник потому, что Швейцария славится тем, что ее поезда и общественный транспорт ходят вовремя. А города чисты и хорошо организованы. Есть даже такое выражение, точный как швейцарские часы. Но, ребят, это не относится к самим людям. Сами швейцарцы довольно медлительные и нередко опаздывают на встречи. К тому же, когда вы приезжаете в страну, то имейте в виду, что больше четверти людей здесь иностранцы. И во многих общественных местах вы будете иметь дело не со швейцарцами, а с французами, итальянцами и другими работающими здесь приезжими. Я даже как-то встречался с представителем одной школы, которой был француз и каждый день ездил из соседней Франции на работу в Швейцарию. Вот эти, собственно говоря, приезжие довольно быстрые. Но сервис часто отстает от идеала, особенно если вы не в пятизвездочной гостинице на курорте Кран-Монтана. Ну а сами швейцарцы медленные, особенно для страны, известной своим хронометражом и пунктуальностью. Те, кто знают швейцарцев хорошо, резко их критикуют за медлительность, особенно в общественных местах. Нейтральность. О швейцарцах часто складывается стереотипное представление, как о людях политически нейтральных. С твердой приверженностью к дипломатии и миру. Этот стереотип, возможно, возник из-за истории политического нейтралитета Швейцарии, которая восходит к 19 веку. Но, как и во многих других странах, политика – это тема, которую по большей части лучше не обсуждать за обеденным столом. Как уже было сказано, в Швейцарии более четверти иностранцев. Здесь говорят на французском, немецком и итальянском. Ну и один процентик на романшском. И определенно, каждый встречный не будет иметь одни и те же взгляды на политику, экономику и мир в целом. Путаница возникает из-за позиции Швейцарии как нейтральной страны. Но это ни в коем случае не пацифистское государство. Как ее народ не является пацифистами. Швейцарские мужчины по-прежнему должны проходить военную службу продолжительностью не менее 4 месяцев. И после завершения службы многие из них хранят свои служебные винтовки дома. Все жители Швейцарии богаты. Камон, гайз, ну разве вы в это верите? Вот прям все. В мире сложился образ Швейцарии как страны, вымощенной золотом. Где дороги моют шампуни. Ну, про шампунь, кстати, правда. Здесь действительно дороги могут мыть шампунем. Для многих людей в Швейцарии бедность по-прежнему существует. Уровень жизни высок, но многие швейцарцы также зарабатывают на жизнь благосостоянием государства или зависят от него. В 2013 году 50% самых богатых людей получали 80% богатства страны. И потребовалась мощная государственная система перераспределения, чтобы немного выровнять чашу весов. Также Швейцарию часто представляют как богатую страну, где многие состоятельные частные лица и предприятия размещают свои деньги в швейцарских банках. Этот стереотип возник из-за истории Швейцарии как безопасного убежища для богатых людей, стремящихся к финансовой конфиденциальности и безопасности. Отчасти это так. Но, во-первых, Швейцария вообще-то не единственный в мире офшор. Во-вторых, как и в любой стране, большая часть денег принадлежит меньшему числу людей. Каждый человек и его собака – полиглоты. В Швейцарии четыре официальных языка, но это не значит, что каждый ее житель владеет всеми четырьмя и что вы можете говорить по-французски с немецкоговорящим представителем страны или наоборот. Поскольку многие люди просто говорят на одном или максимум двух языках. Немецкий является наиболее распространенным языком в Швейцарии, где около 62% населения говорят на нем как на родном языке. На французском говорят около 23% населения, в то время как на итальянском говорят около 8%, а на романском – менее 1%. Кантоны Швейцарии несут ответственность за определение языка, используемого в официальных документах и общении в пределах их юрисдикции, исходя из языкового распределения их населения. В некоторых кантонах, таких как Берн и Фрайбург, как немецкий, так и французский признаны официальными языками. В то время как в других, таких как Тичино, итальянский является единственным официальным языком. Все швейцарцы обожают йодель. Йодель – это форма традиционного пения, который ассоциируется с альпийскими регионами Швейцарии, Австрии и Германии. Хотя трудно обобщить отношение целой страны к конкретной культурной практике, можно сказать, что йодель, как правило, пользуется большим уважением Швейцарии, особенно в сельских и горных районах, где традиция наиболее сильна. Йодель считается важной частью швейцарского культурного наследия и часто исполняется на народных фестивалях, мероприятиях и торжествах. Многие швейцарцы гордятся уникальными культурными традициями своей страны, включая йодель, и рассматривают их как важную часть своей национальной идентичности. Но это совсем не значит, что каждый житель страны обожает это пение. Молодое швейцарское поколение может ради интереса наблюдать за своими традиционными песнями на фестивалях, но уж точно не исполнять эти треки на каждом празднике. Все в Швейцарии играют либо на аккордеоне, либо на альпийском роге. Часто также считается, что все швейцарцы рождаются с альпенхорном, он же альпийский рог, в руках или в губах. Но если вы дадите этот духовой инструмент в руки среднестатистическому швейцарцу, он, скорее всего, отреагирует озадаченным выражением лица и сдаст едва слышный трубный звук. Как и все мы. Это как если бы вы обожали балалайку и гусли, хранили бы их у себя дома и каждый день под их звуки шли бы заваривать ромашковый чай. Всех женщин зовут Хайди. Это, наверное, как и русская Нина. Швейцарцы не все так зациклены на ушедших временах и они спокойно называют своих детей такими именами, как Мия или Ноа, Габриэль или Лина. Конечно, вы, вероятно, где-нибудь встретите Хайди и она вполне может быть блондинкой. Но это стереотип, который швейцарцы, особенно девушки с именем Хайди, наверняка встретят с нахмуренными бровями. Если Хайди сейчас смотрит этот выпуск, Хайди, напиши нам. Это имя часто ассоциируется со Швейцарией из-за его происхождения из швейцарско-немецкого языка и использования в знаменитом детском романе Джоанны Спайри Хайди, действие которого происходит в швейцарских Альпах. В результате имя Хайди стало чем-то вроде стереотипа для швейцарских женщин и девушек, особенно в других странах, где популярен роман и его экранизации. Ну, как у нас Иван Дурак. Швейцарцы едят только фондю, а на десерт шоколад. Учитывая количество потребляемых калорий, это, скорее всего, физически невозможно сделать. В любом случае, люди предполагают, что швейцарцы едят фондю постоянно, на обед и ужин. Хотя фондю является популярным блюдом в Швейцарии, обычно его едят только по особым случаям или в зимние месяцы. В большинстве швейцарских семей это не ежедневный и даже не еженедельный продукт питания. Фондю это, скажем так, общественное блюдо, которым часто делятся группы людей, что делает его популярным выбором для посиделок с друзьями или семьей. Его обычно подают с хлебом, картофелем, а иногда и с овощами, что делает его сытным блюдом. Ну и, конечно, туризм. Это хорошая штука, которую любят туристы. Как шашлык на Кавказе или кебаб в Турции. Хотя сейчас за кебабом лучше, наверное, ехать в Берлин. Я как-то был в Люцерни, где в одном ресторане подают более сотни видов фондю. И дома у меня как-то была фондюшница. Не знаю, несколько раз делал это фондю и забросил куда-то на чердак. Швейцария – страна налоговых мошенников и военных преступников. Долгое время Швейцарию рассматривали как убежище для капиталов многочисленных диктаторов и автократов. И поводом к тому была, в частности, так называемая банковская тайна. Швейцария была финансовым хабом для многих международных преступников. Это факт. Но на каждую историю о преступнике или мошеннике, пытающемся избежать правосудия или спрятать свои наличные деньги, приходится также множество политических изгнанников и тех, кто подвергся бы преследованиям из-за своей религии или расы в своей стране. В Швейцарии они нашли себе убежище, но за небольшой вклад в банк. В 2016 году ситуация изменилась. В Швейцарии вступил в силу закон о порядке и правовых основах замораживания и возврата активов и ценностей незаконного происхождения. Швейцария – один из крупнейших финансовых офшоров. Долгое время была идеальным местом для хранения денег сомнительного происхождения. Осознавая вред, который эта практика наносит ее мировой репутации, Швейцария постепенно, начиная примерно с 1986 года, вводила все более жесткие меры по противодействию практике хранения в швейцарских финансовых институтах незаконно полученных активов. Ну и напоследок, каждый швейцарец может подоить корову. Это было бы очень полезно, учитывая, что в Швейцарии на каждые 5 человек приходится одна корова. Но, к сожалению, это не входит в школьную программу швейцарцев, как и в практику студентов в вузах. Друзья, если видео вам понравилось, жду заслуженный лайк. Если еще не подписывались, обязательно подписывайтесь. И так вы будете видеть подобный контент чаще и получать уведомления о новых видеороликах. И не забывайте, что у меня есть второй канал о зарубежном образовании. Канал называется Smaps Education. Там я делаю обзоры на зарубежные учебные заведения, рассказываю о лучших школах и вузах всего мира. И также рассказываю о возможностях для карьеры и иммиграции. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok